Виталий Кличко лидирует с отрывом 40% голосов среди кандидатов в мэры Киева. Его поддерживают 52,5% избирателей. На втором месте Владимир Бондаренко, нынешний глава столичной городадминистрации с 10,5% голосов. Потом идет Николай Катеринчук. У всех остальных разница крайне незначительная. Ну, несмотря на такие цифры, счастье попытать решили все же многие. Кандидаты в мэры Киева отнесли документы на регистрацию в террисбирком. Из кого киевляне выбирать будут? Смотрите дальше. Борьба за Киев стартовала. Желающие стать мэром бросились подавать документы. В первых рядах Виталий Кличко дорожку в тик лидер удара давно проложил. С улыбкой на лице он в третий раз испытывает удачу. Галина Ивановна уже втрече принимает документы от меня на местную голову. Я уверен, что сейчас третий раз будет вдалым. Кличко обещает взяться за ЖКХ и разобраться с незаконными постройками, если возглавит Киев. Кто для него конкурент, не говорит, но надеется на чистую компанию. Гречко Си, если будут, они не имеют перспектив. В никаком случае на Гречку не нужно обменивать своим будущим. Войти дважды в одну и ту же реку решил Александр Амельченко. Он уже руководил столицей с 99-го по 2006-й. Сейчас идет от своей же партии едность. Амельченко 75 и молодым он не конкурент. Говорит, долго думал идти ли на выборы и решился. Мол, за Киев стыдно. Первым делом собирается вернуть районные советы и сократить чиновников. Я думаю, что шансы у меня нормальные. Тем более, что наши шансы завтра занижают. И когда я шел против Гречки, я тоже думал, что у меня нет шансов. Но стало все по-другому. Батьковщина официально, пока никого не регистрировала, но предварительно решили, пойдет действующий глава Киевгородминистрации и по совместительству нардеп Владимир Бондаренко. На вопрос, почему выбор пал именно на него, непосредственный куратор Бондаренко, исполняющий обязанности главы администрации президента Сергей Пашинский, ответил. Верните в партию Батьковщина. А вот регионалы остались без кандидата. И объясняют это так. Мы готовили для этих выборов Попова, но, на жаль, события, которые имели место 29 листопада, создали соответствующие условия, при которых ему баллотироваться было бы очень сложно. Наблюдатели говорят, что волей-неволей партия регионов, отказавшись от участия в выборах мэра Киева, загоняет себя в Донецкую политическую резервацию. Ночь на 30 ноября, как известно, Беркут разогнал студентов. Генпрокуратура подозревает, что Попов дал добро на это под давлением Стивковича и Клюева. На выборах в столице регионалы ограничатся только борьбой за депутатов в Горсовет. Выбирать градоначальника будут в один тур. И все зарегистрированные как один хотят, чтобы мэру отдали полномочия главы городадминистрации. Но соответствующий закон парламент, который неделю не может принять. Екатерина Лысенко, Ольга Рыцар, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер.